Друзья, настоятельно рекомендую сначала ознакомиться с первой частью, потому что здесь я уже создаю, а чего вы, скорее всего, не поймете. В прошлый раз мы остановились на том, что полностью покрасили заготовку в черный цвет, и сейчас приступаем к выборке трафарета. В своих роликах я уже неоднократно комментировал все этапы создания моих работ. Собственно, и этот проект выполнен по весьма классической схеме. Поэтому на фоне изготовления я лучше расскажу вам про то, куда отправляется эта работа, и про эту движуху более конкретно. В первом ролике об этом не рассказывал, но вечеринка, на которую я делаю эту работу, она приурочена к фестивалю «Сказка». Первый раз я оказался там этим летом. Это реально сказка. Я не ожидал вообще, ни разу не был на фестивалях, а здесь получилось так, что я попал в дизайнерскую команду, и приехал туда со своим проектом. Если вы смотрите этот канал, то вы, наверное, знаете, что хорошо у меня зашли Кадама. Я тоже подумал, надо взять на сказку Кадама. Заехал в Леруа, купил вот такую прикольную штуку. Это светонакопительный лак, и по моим тестам он, в принципе, себя неплохо показал, светится в темноте, но не так долго. То есть я их поставил, и они не светились, когда уже совсем темно было. Они вот этот заряд отдали очень быстро. Но суть не в этом. Я оказался в волонтерской команде, и мы, короче, неделю строили локацию и жили там. Это, блин, круто. Это прям надо было отдельный ролик снимать, но я не хотел потерять вообще ни секунды этого времени, тем более отвлекаться на съемку. Там задач было достаточно много. Я помимо своих Кадама делал еще какие-то, помогал ребятам делать всякие проекты. И, блин, это круто. Вот реально мне понравилось. А оказалось, что сказка, помимо фестивалей, проводит еще и вечеринки, одна из которых как раз-таки проходила в агломерате. И вот. Для нее эта работа и делается. Дата ивента была известна мне заранее, но уже по традиции начал работать буквально за три дня до мероприятия. Дурацкая привычка оставлять все на последний момент, когда дедлайн дышит в затылок. А у вас как обстоят дела с этим вопросом? Напишите в комментариях, может, вы знаете какой-нибудь лайфхак, как не гореть под конец срока. Потому что вопрос актуальный, и, насколько мне известно, ни один я попадаю в подобную ситуацию. Я разделил трафарет на основные крупные сегменты, чтобы выполнить приблизительную разметку для нанесения первичных цветовых пятен. Саша сейчас светленькая, поэтому в волосы вбрасываю желтый, как базовый. Надо, в общем, представить, как все будет выглядеть. Заранее никаких выкрасок не делал. Можно сказать, что экспериментирую прямо на чистовике. Надо, надо все-таки оставлять элемент неожиданности в процессе для себя. Не так интереснее. Я перекатился с обычного стрит-арта, с обычных трафаретов, вот на такой формат. Мне очень нравится то, что я могу потратить здесь довольно много времени сделать изделие качественно. И при этом спокойно могу интегрировать его в уличное пространство. Вся остальная часть работы была решена преимущественно в двух цветах, с разными оттенками. Это голубой и розовый. Это то сочетание, которое превалирует в ее образе. Вы просто представьте, как бы долго я ковырялся со всей этой массой трафаретов. Пробовал и не раз. Довожу до вашего сведения. Мега неудобно. Пропорции летят на раз-два. И дело не в моей рукожопости. Точнее, не только лишь в ней. К вертикальным поверхностям крепиться значительно проблематичнее, нежели к основе, которую ты волен спозиционировать как душе угодно. В основном располагаю ее на столе, в горизонтальной плоскости. Через трафарет отбивают детали и элементы, которые создают глубину всей работы. Пока это незаметно, но лишь до той поры, пока не снимешь его. Вот тогда становится понятно, что большая часть работы уже позади. Подобные, сложные, многослойные трафареты для меня являются одноразовыми. Навряд ли я соберусь дублировать этот проект. Не вижу в этом смысла. Хочу придать этой работе максимальную эксклюзивность. Насколько это возможно. Конкретно этот трафарет свое отслужил. В топку его. Впереди моя любимая часть. Процесс детализации всей композиции. Вообще по-хорошему можно было прошпаклевать все. Все сделать идеально ровным, но это и не нужно. То есть такой большой формат, он не требует прям детальной проработки. Потому что издалека все смотрится очень даже достойно. Я так или иначе, когда создавал этот проект, понимал, что это как-то будет связано с улицей. Ну в том плане, что я просто куда-нибудь ее вклею. Но со временем, по мере изготовления, я понял, что получается очень неплохая штука. Которую даже просто жалко. Жалко куда-то вешать. Ее судьба в дальнейшем еще пока не решена. Но я, наверное, все-таки ее не путаю никуда вешать. Потому что, ну а что? Уличные работы долго не живут. Ну там буквально три дня. Тем более в Москве. Я подумал, как-то совсем жалко мне ее отдавать. И поэтому придумаем какое-нибудь более достойное применение этой штуки. Балдежный вид она приобретает как раз после доработки кистями. К черному я прибегаю в несколько подходов. Предпочитаю прописывать постепенно. Уже не раз говорил, что некоторые элементы, в основном мелкие, очень трудно выполнить трафаретом. Гораздо сподручнее сделать это от руки. Я все сравниваю этот проект с Пеннивайзом. А что? Форма похожа. Да вот только клоуна я полностью закрашивал от руки, переводя с проектора. Прекрасно помню, как тогда заебался. А вот с Фойлер все прошло довольно быстро и бодренько. Все-таки трафарет решает. Сэкономил мне минимум день работы. Не знаю, откуда во мне это. Но это факт. Я настолько педантично отношусь к аккуратности линии, что даже страшно. Они могут быть неровными, дрожащими, но выполнены кропотливейшим образом. Любой заусенец, если будет замечен, ликвидируется со стопроцентной вероятностью. Это касается и стыков цветов. Более того, если аэрозоль оставила после себя ореол, то я не ленюсь и тоже его закрашиваю. За исключением тех мест, где это сделано специально. Ну или просто смотрится в тему. Причёсываю последние нюансы и хоррэ. А то так можно вечно плясать, а изменений не увидишь. Напротив, можно увлечься и всё только испортить. Ты сейчас зеркало видела? Нет. Посмотри. Это же безумие, блядь. Ты вообще человек? Всё готово. Осталось только нанести пару слоёв лака. С ним и цвета выглядят понасыщеннее. И какое-никакое защитное покрытие всё-таки присутствует. Вот такая красота у нас получилась. Снимки этой работы я выложил в инстаграм. У меня есть интересные, так что залетайте. Наступил день Икс. Везём изделия на монтаж. Да, надо ещё одну, наверное, сиренку сложить, чтобы поудобнее было. Что вы везёте? Увозим. Увозим. Женщины. Готов? Я так понимаю, в темноте, но совсем не так. Всё сверкать прям. Просто безумно, я думаю, да. Класс. Класс. Блин. Ты что ты думаешь? Вообще, вообще. Меня много. Он, короче, поставил сначала её сюда, сбоку. Я захожу за угол и, блин, типа, она как живая. Вообще. Да я при чём? Блин, класс. Мне очень нравится. Ой, родинки мои родные. Ты вот твой бы QR-кодик бы сюда ещё проводишь. Есть у тебя что-нибудь? А-а-а. Наклейка с филкой ещё. Ну, туплю, да. Надо на самом деле разводить. Чё? Надо делать QR-код. Ты заберёшь себе? Ну, у нас большие планы. Мы пока ещё думаем, что с ней делать. Сейчас, может быть, кто-нибудь её за ночь ещё и подтянет. Ещё, да, и будет потом дома выставлять. Блин, ну очень классно. Можно потрогать? Конечно. Она залачная. Да, да, да. Ей ничего не страшно. Блин. Цвета, цвета просто... Люблю такое пастельное всё. Причём я ещё заметил, что у меня ботинок в инверсии. То есть те места, которые должны быть светлыми, а не тёмные. А-а, ты имеешь в виду про вот эти блики? Да, да, да. Я так потом это заметил. А с той стороны чё? А с той стороны чёрный такой за... А, монолитом чёрный. Да. Я её ёрзал по столу, и поэтому зацарапанное всё. Блин, и сердечко вот это мне реально нравится, что у нас здесь сердечко. Да, всё, видишь, как сошлось классно. Да, ещё вот тут не хватает. Хотя, наверное, нет, слишком много было бы сердечки, если бы здесь. Я рад, что Саше понравилось. Да и вообще интересная история получилась. Мне доставила. Красиво. Ну и всё началось. Приехали все ребята с нашего лагеря. Блин, это не описать словами. Волонтёрский быт сблизил нас. Вроде видел этих людей всего неделю. А совместный сказочный экспириенс, ситуации, в которых мы побывали. Всё это объединило настолько, на первый взгляд, непохожих людей в одну семью, если можно так сказать. Если вам интереснее поподробнее об этом узнать, то дайте обратную связь. Поддержите ролик лайком и напишите комментарий. Я бы с удовольствием поделился этим с вами. На утро я обнаружил, что фойлер не на месте. Разведка доложила, что всё в порядке. Работа здесь. Просто, видимо, кто-то задел её, и она грохнулась. Возвращаясь домой, я проспал свою остановку. И ни разу об этом не пожалел. Зацените, какая прелесть. На это особенно приятно смотреть на фоне нынешних морозов. Ребятки, если вам понравился этот ролик, то поставьте лайк, комментарий, ну, по классике. И знаете, что я понял? Что я очень давно вам не напоминал о группе ВКонтакте. Там же можно выложить свою работу. Получить лайчонок, какой-то фидбэк. Художникам так этого не хватает, порой тем более начинающим. Поэтому ссылочка в описании. Также и на Инстаграм, и на ТикТок. Вот ТикТок пошёл. Ну, так, на мой взгляд, нормальная тема зашла. Я стараюсь не очень сильно запариваться в плане какого-то эксклюзива, но там есть прикольные вещи. Особенно сторис, которые я выкладывал, хер знает, когда они у меня остались в архивах, и я потихонечку туда сливаю. Уже такие старые, такие забытые, но прикольные. Так что, если вы тут впервые, то подписывайтесь на канал и чекните что-нибудь ещё. Там скопилось только видосов интересных на разные темы. Поэтому пошарьте, пошарьте. Пока.